всем привет друзья с вами ноди вы на моем подкасте и это альтернативная интро к выпуску которое мы записывали 4 февраля сейчас уже апрель прошло два месяца и мы очень долго думали о том чтобы вообще запускать этот выпуск или не выпускать его потому что за два месяца изменилось очень много для многих людей в россии на украине все прекрасно знают о том что произошло и поскольку этот подкаст не имеет никакого отношения к политике но кажется что речь уже вообще далеко не о политике о людях о событиях и об индустрии конечно же которая пострадала во многих странах и драматичным образом сказалось именно на креативной индустрии индустрии рекламы это как раз то о чем мы здесь разговариваем и буги с нами как раз сейчас всем привет привет бро мы все-таки решили с тобой выпустить этот под разве снова видеть что он да он немножко другой я тоже очень тебя рад видеть я даже не знаю честно говоря насколько актуален сейчас вообще весь материал который мы с тобой записали два месяца назад мне кажется что он стал только актуальнее потому что ничего по сути за исключением того что но окей в россии все поменялось но в мире ничего не поменялось и принципиально также ничего не поменялось за исключением того что теперь придется перезаписать полностью свой формат мышления и как-то адаптироваться к новому миру в принципе то о чем я говорил подкасте два месяца назад как всегда вспоминаем дарвина вызов выживает не самый сильный а самый приспособленный и это как раз то чем мы сейчас занимаемся давайте я сейчас поясню нашим замечательным зрителям просто что происходит я нахожусь на данный момент на бали мы вместе с люхой были долгое время в стамбуле он продолжает там находиться прямо сейчас а я двинулся дальше исследовать мир вот оба мы как и многие другие ребята из креативной индустрии телепортировались в другие места так сказать модное словечко нынче релацировались для того чтобы продолжать специальное путешествие деятельность да специальное особенное путешествие и я знаешь можно я задам тебе вопросы потому что я большую часть времени болтал в прошлый раз в этот раз есть вопросы которые меня интересуют возможно зрители интересуют но у тебя дружище чё дальше ты еще недавно рассказывал как ты развиваешь команду как ты находишься в москве как вы там придумываете какие-то невероятные вещи у себя в студии и теперь ты вместе с семьей с ребенком оказался в стамбуле мы вместе искали разные квартиры адаптировались выживали пытались менять деньги искать карты и вот ты сейчас находишься в какой точке и что-то планируешь делать как творец творец хорошим портфолио который можете вообще позволить переехать слушай чувак вопрос которым мы все мучаемся мне кажется последние месяцы я на самом деле не планировал никуда переезжать я вообще ничего не хотел делать с тем что и так неплохо устаканивалась у меня действительно есть отличная команда графики в москве классные ребята куча охеренных проектов все было круто и вообще мне кажется что и у тебя схожая ситуация мы хотели заниматься классными крупными проектами на международном уровне до выходить и делать что-то прям ну такое очень крутое и сейчас мне кажется что для людей из россии с русским паспортом которые вообще сидят внутри страны да это очень сложно сделать потому что уходят крупные игроки уходит крупный бизнес непонятно когда он вернется и в принципе то что в нашей индустрии является как ну на мой взгляд очень очень важным это репутация даже у русских художников она немножко сейчас подорвана принципе как бы да вся история русскости грубо говоря сейчас под большим сомнением потому что человек который представляет нас на мировое время решил что он не знаю ну короче может делать все что угодно теперь мы все в жопе не не можешь не подбирать слова он 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 решил что он решил вот главное что вроде как вроде как мы существовали в такой парадигме что политика не должна касаться искусства вроде как это все понимают все это манифестируют но на самом деле это так не работает невозможно находиться полностью вне политики особенно когда происходят подобные события и я все еще пытаюсь лично для себя да как-то дистанцироваться от этого и если в первые дни паранойи и вот всего ужаса происходящего я бесконечно скроллил ленту и пытался как-то найти найти хоть какое-то успокоение хоть какую-нибудь одну хорошую новость и при этом транслировал большое количество негатива также вовне просто это невозможно не пропускать через себя это правда да то сейчас я уже так сказать убежав на другой конец мира немножечко подуспокоился и выдохнув на начал думать более осознанно конечно безумно страшно все что происходит я высказал во всех возможных социальных сетях свое отношение к этому и не знаю не хочется об этом слишком много говорить давай лучше поговорим вот о будущем и о том что нас ждет художников как мне кажется сильно как-то это не заденет потому что окей невозможно будет работать с брендами через россию к сожалению бренды ушли из россии а наши деньги превратились пантики но тем не менее тем людям которым хочется развиваться у них ничего такого фатального для них не произошло потому что все еще можно развиваться в россии все еще можно развиваться в мире как это бы странно может быть не звучало но я убежден что это именно так потому что там где возможности для кого-то закрываются там где происходит пиздец извините за мой русский там же одновременно появляются новые перспективы и возможные точки роста которые отсутствовали вот очевидно что конечно нашим друзьям семьям и так далее из украины сейчас приходится в разы тяжелее чем нам вот поэтому все эти ограничения это просто это с куром на смех с точки зрения того что переживают люди находясь абсолютно в подвалах у меня просто есть большое количество друзей с украины более того моя мама наполовину украинка ну камон типа я получается на четверть украинец ну то есть типа у нас у всех есть какие-то точки до которые там существовала именно и самое ужасное это как раз таки у людей которые занимаются творчеством и которые оказались так или иначе мобилизированы и находятся сейчас в зоне боевых действий потому что если у нас с тобой и многих других творцов из россии была возможность реалацироваться и эвакуироваться куда-либо пока еще эта возможность существует и железный занавес приподнялся но не точнее приопустился но не опустился то вот у меня есть просто несколько друзей которые буквально сидят каждый день в подвалах и им совершенно не до этого то же самое чувак то же самое вот это вот история про подвалы и опасность для жизни блин я почему да почему мне сейчас немножко сложновато думать о творчестве типа в ну вот типа полноценно до от начала до конца потому что как раз есть очень много друзей которые с которыми ты переписываешься каждый день и ты понимаешь что да у тебя типа есть возможность там полететь еще что-то поснимать там найти какие-то проекты в стамбуле в европе в сша и так далее есть ребята у которых возможности такой нет и вот это в большей степени оказывает сейчас такое психологическое влияние но да что можно с этим сделать просто продолжать быть на связи и выражать свое мнение относительно сложившейся ситуации каким-то образом помогать вот поэтому вот это вот единственная вещь которая сейчас очень сильно до отнимает много эмоций вот и да я согласен что мы об этом уже много говорим но не не обозначить и мы пытаемся отстраниться от этой темы но не получается до конца это невозможно это правда давай вот опять же сместим нашего вектор общения в будущее куда ты двигаешься теперь да я подумал вот о чем у меня я я просто сел когда мы уже приехали в стамбул да со всеми там повстречались нашли место где можно там сесть спокойно с ноутбуком связаться нормально с командой поговорить с коллегами кого-то пригласить там попить чай и поговорить о будущем я задал себе очень простой вопрос что я хочу что я хочу в принципе сейчас и в дальнейшем вот и за несколько лет мои цели и не поменялись то есть мне хочется развиваться мне хочется врываться в большие крупные проекты хочется работать с классными чуваками из индустрии и с теми с кем мы встречаемся в рамках этого подкаста и не только работать с европой работы со штатами и так далее поэтому я просто сейчас ищу возможности для того чтобы это как может скорее реализовать до этого я жил около года и в принципе вообще практически два года в сумме я провел в лос-анджелесе для меня это сейчас самый актуальный вариант для продолжения своей деятельности поэтому я сейчас занимаюсь восстановлением не застали им получением повторной визы ован творческая виза для того чтобы вернуться туда и уже в нормальном режиме продолжать работать оттуда продолжать взаимодействие с своей командой с и джиш никами которые скорее всего тоже сейчас релацируются и мы ищем варианты а пока происходит процесс вот этой работы над документами все-таки это не очень быстро у меня есть работа в европе и вот буквально через несколько дней я полечу туда снимать что-то делать и ждать пока вообще вся эта история подтвердится если она вдруг не подтвердится по каким-то причинам потому что все может быть по-разному я буду опять дальше смотреть действовать по обстоятельствам самый неблагоприятный вариант для меня это да не знаю честно говоря таких вариантов особо нет если я буду понимать что ничего вообще никак ничего не складывается то я либо выберу какую-то страну в которой можно безопасно посидеть и удаленно поработать да не очень дорого какое-то время либо вернуть в москву и будут дальше пробовать там качать все свои скил и насколько это будет возможно то есть как варианты есть мы можем еще куда-то перемещаться можем общаться и так далее поэтому в целом в целом с точки зрения работы с точки зрения творчества особо сейчас ничего не изменилось опыт весь остался портфолио осталось руки целые все на месте поэтому в принципе можно можно продолжать творить и развиваться самое главное не забывать о тех идеалах да и наших творческих целях о которых мы думали все эти годы и вообще почему мы здесь да и продолжаем учиться и работать лично мне после четырех месяцев жизни в лос-анджелесе а пришло осознание того что я не уверен подходит ли конкретно этот город для меня потому что я такой человек который очень сильно любит ходить пешком там этого делать почти нельзя вот и я ну это конечно же шутки но по факту просто совершенно не мой ритм мне больше подходит европа азия и не знаю мне очень нравится история с единением с природой самая лучшая часть моей жизни была прожита вообще на острове пангане и я до сих пор с теплотой вспоминаю это время и соответственно сейчас оказавшись в некой точке в неком хабе абали это все-таки удивительное место где сосредоточено большое количество художников разных предпринимателей в сферах связанных с метавселенными и аром би аром и всяческими другими айти стартапами в общем здесь консолидировалась большое количество таких интересных людей и я почему-то почувствовал что мне надо двигаться сюда так как я как я тебе рассказывал да мне интересно работать дальше с игровыми движками и виаром и получается что мне это комфортно будет делать где угодно а здесь особенно потому что здесь большое количество команд которые именно этим и занимаются и мой личный план это перевести дух здесь еще ближайший месяц потом вернуться в стамбул у меня там есть проект который мы будем снимать с региной на после возможно я приеду на месяц-другой в дубайск так как сейчас там есть некоторое количество друзей которые реалансировались туда и там очень быстро растущий рынок который как раз таки завязан на том чем мы с тобой занимаемся то есть на в дубае очень много контента фото видео дизайна и различного сиджи там огромный запрос на это и очень 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 отличаются ставки относительно стандартных российских соответственно имеет смысл какое-то время провести там просто для того чтобы улучшить networking и вероятно открыть там компанию так как блин я конечно офигел вот сейчас расскажу историю ребят но это же подкаст да он должен быть полезный вот вам история у нас сейчас есть большой проект с брендом из европы который предлагает нам привезти деньги из сингапура и разумеется я сингапуром работать через российское о или и п не могу извините свифты до свидания альфа банк спасибо вам я ваш клиент с 2013 года но работать я теперь не могу с вами ребята вот да и мне понадобилось сделать некоторые телодвижения для того чтобы просто сделать проект потому что все клиенты уже все продано презентации вот эти вот моменты все с утверждением закончены все-таки давайте нам счет мы вам скинем денег а куда как что делать и в общем я просто попросил нескольких друзей которые живут в европу в европе теперь ребята а можно ли через вашу компанию я проведу просто свой проект вот а вы мне как-то выведите деньги перешлете меня через крипту или может быть как нить еще там миллион разных схем есть как это все сделать и началось сначала я написал своему приятелю у которого агентство во франции мы насчитали вместе налогов и там получилось под 45 процентов налогов я такой типа я чуваки это просто это просто кошмар то есть но условно я выставляю клиенту чек на там 50 тысяч евро не очень большой заказик да и к этому мне надо накинуть еще дохренище денег если это вести типа того да и если эту же историю вести но через италию я чуть было не пошел туда там местные там такое количество вот этих налогов на налогов таксов и так далее то есть там не просто так как у нас да там ты заплатил свои вот эти 20 процентов ндс а или там уэссен 7 процентов там начинается просто там нужно ждать целый день бухгалтера пока он тебе в таблицах высчитает налог на налоги на налоги и а там повышающие коэффициенты больше определенной суммы таксейшен там какое-то от правительства какие-то страховые суммы в общем все это набегает и у меня получилось там типа тоже под 60 процентов даже не 50 под 60 процентов налогов я такой что что как то есть я клиенту должен чек выставлять прям конкретно выше чтобы просто ну как-то это билось а или же себя зажимать в такие рамки когда это уже становится экономически невыгодно потому что даже если в рублях плачу своим коллегам подрядчикам и так далее это превращается в какую-то люди соответственно надо искать некоторую зону которая была бы не настолько сумасшедшая в плане налогов и вот дубай в этом плане прекрасное место так как у них сейчас есть вот это вот онлайновая такая история когда ты платишь бой около 8 тысяч за открытие компания евро или долларов там чего-то такого и дальше лицензия у тебя каждый год по пятерке стоит и ноль процентов налогов 0 0 процентов налогов и это просто фантастика какая-то единственное что при этом всем раскладе так как мы налоговые резиденты россии мы все еще должны быть ответственными и платить нашему замечательному правительству налоги в россию да налоги в россию совершенно не хочется делать и поэтому получается что если я хочу быть международным творцом действительно международным не просто парнем который сделал несколько успешных проектов с брендами да там в мире а продолжить работать в этом формате мне даже если я являюсь там патриотом своей страны даже если я несмотря на наше правительство все еще люблю москву и у меня много друзей у меня там семья я все равно получается вынужден сейчас каким-то образом придумывать невероятные схемы для того чтобы фактически уйти оттуда до чего я бы не хотел сделать и меня вот вас эта история я боюсь даже не столько за себя и боюсь куст знаешь за общество в целом российская так как тот вред который мы сами себе нанесли он будет исчисляться десятилетиями и однажды в каком-то интервью по моему дудю собчак сказала интересную историю мысль такую что мы те люди которые сами себя вырождают и я имею ввиду что самые злобные скажем так да не самые умные люди они поколение за поколением остаются и как бы продолжают плодиться а очень много талантливых людей которые работают там войти сферах новых до которые зарабатывают большие количество денег которые имеют такие выше 120 скажем тогда и как-то могут действительно быть теми мозгами которые двигают страну вверх они раз за разом убегают они убегали в 90-х они убегали в 70-х они убегают прямо сейчас в нашем чатике вот с ильей у нас в стамбуле ну вот ребята открыли чат там было три человека или 4 сколько теперь там да да там даже больше уже тысячи человек то есть насколько я помню когда последний раз чекал и вот просто за неделю мы понимаем что по приглосам внутренним приглосам друзья друзей и бац и тысячи человек набралось чате сколько этих тысяч сбежала в разные страны на самом деле и это не просто какие-то это левые галимые люди это предприниматели это айтишники это люди которые скажем так не глупые и не бедные и все они скорее всего не вернуться назад и мы делаем получается вот такую вот обратную селекцию поколение за поколением вот это страшно и пускай наши коллеги так скажем друзья да из украины да там ругаются на то что ой ребята почему вы не выходите на митинги и так далее это конечно мы не знаю найти этом оправдание довольно таки сложно вот кроме того что нас пиздят палками и они такие ой ой типа вот вы будете платить за это вы будете платить за это годами и вот когда они говорят платить я подразумеваю что либо это будут репарации военные да либо мы будем платить кровью наши дети но там нас разобьют да на самом деле я хотел сказать друзьям и не другом всем украинцам которые как угодно относится к россии россия заплатит гораздо большую цену чем деньги или чем какие-то вещи связанные с расплатой кровью в поколениях на самом деле россия просто вырождается интеллектуально вот что происходит прямо сейчас и это самое трагическое на мой взгляд да это правда слушай но как говорила шульман главное сохранять в себе вот эту вот культуру до накопленную за это время и стараться не растерять я надеюсь что мы с ним справимся чувак вот то о чем мы говорили в подкасте до того как мы сбежали не потеряла актуальность вообще ни на сколько наоборот все о чем мы говорили приблизилась каким-то просто как будто бы мы взяли что поезд до который ехал до нас и так и он не мог остановиться и телепортировали его до 3 километра поближе к нам вот вот что происходит прямо сейчас потому что развитие технологии никуда не делась необходимость высоких знаний в плане режиссуры в плане там графики и так далее тоже никуда не делась вот ну и к этому еще добавилось то что теперь ребята которые не знали английского они по сути оказались заперты и вот так что ребята кроме того что учите 3d теперь учите еще английский так чтобы он у вас от зубок отскакивал поможет на пути к международным проектам ладно давайте перейдем к подкасту и я надеюсь что вы в нем найдете много чего интересного всем привет друзья с вами ноди вы на моем подкасте мы как всегда в уютной студии моих друзей get lens а в гостях у меня сегодня сергей валяев или буги я слушаю я вот сколько людей сейчас приходило ко мне каждый раз одна и та же история ты такой так видео нет мульт нет что так много названий сейчас у нас у всех ты креативный продюсер ты и мультимедиа артист ты бывший атлет ты занимался экстремальными съемками фото видео ты занимаешься графикой снимаешь рекламу клипы чё вообще получаю удовольствие от жизни на самом деле просто современные творцы сейчас мы наблюдаем с тобой офигенную тенденцию я считаю что она прям очень крутая они начинают экспериментировать с форматами людям уже тесненько в одном каком-то жанре тесно быть такими дайверами которые всю жизнь занимаются одним и тем же и учитывая развитие технологии учитывая доступность обучения совершенно ну не всегда правильным на мой взгляд заниматься исключительно одной какой-то вещи мне по крайней мере просто скучно и поэтому ну когда тебе там окей 18 лет это говорит что я и фотограф и дизайнер и так далее это скорее всего ну странно извините дорогие зрители за мой русский вот но все-таки когда ты уже дядечка 33 лет вроде меня да то ты понимаешь что с 15 лет занимаешься разными визуальными искусствами и путешествуя вот по пути там вот на большой дистанции лет ты со временем обретаешься новые новые навыки которые как в копилочку добавляются и потом тебя уже сложно себя идентифицировать но если говорить о моей профессии то в первую очередь я творческий продюсер то есть продюсер который придумывает и продюсирует проекты в творческой среде это основной мой источник дохода мой хлеб это чем я зарабатываю так сказать на развитие себя но в то же время я работаю как режиссер и в данный момент в основном фокусируясь на рекламе вот делаю это в тандеме со своей женой мы с некоторых пор уже целый год наверно даже полтора работаем вместе только вместе и также также я очень глубоко закапываясь компьютерную графику то есть и мне прям очень нравится мне кажется это перспективное самое направление поэтому глупо сейчас не изучать компьютерную графику про это правда убежден в этом точно мы с тобой точно об этом еще поговорим но вообще в принципе честно хотелось бы поговорить про много разных вещей то что ты в себе многое объединяешь немножечко коснуться того вообще как ты переходил из одной стези направления в другое как одно другое дополняла как ты смог организовать свою собственную команду чем ты сейчас занимаешься куда в графике идти короче креативное продюсирование режиссура реклама как это сделано всегда как-то полагается людям которые обычно стоят по ту сторону камеры большую часть времени я волнуюсь и это нормально и я заметил очень интересные особенности всех людей которые постепенно переходят в публичное поле и начинают как-то взаимодействовать в подкастах появляться еще как-то общаться они короче начинают заполнять паузы между словами какими-нибудь паразитными словами или растягивать предложение или экоть мекать у меня есть своя особенная фишка которая пытаясь постепенно искоренить это слово вот ну знаете у рамзана ахматочка кадырова многоуважаемого президента чеченской республики у него есть слово дом он когда волнуется перед камерой дом дом дома говорит вот у меня вот вот и вот давайте так что вместе короче развлечемся сегодня посчитаем сколько раз я сказал слово вот в течение этого подкаста я вообще когда первый раз про тебя услышал это был smoking heroes на самом деле я тогда и прошу то первый раз услышал и про зорика да вообще про всех ребят которые были smoking но у тебя была реально вот эта вот особенность фишечка экстремального чего не знаю съем ты просто это как бы для меня в голове это две абсолютно разные вещи есть типа там паркур и не знаю там трейсинг еще что-то есть видеосъемка а у тебя это не просто объединилась а это вообще стало чем-то супер уникальным то есть я не знаю никого кто бы этим занимался это что прыгал с камерами но типа нос если как бы только прыгал только с камерами как будто бы вот я так тебя помню с тех пор ой как мило на самом деле я всегда занимался большим количеством вещей в том числе в smoking я также выступал продюсером большого количества разных проектов но да с меня просто всегда занимал съемка и к творчеству я пришел через как ни странно спорт то есть получилось так что я занимался паркуром потом стал фотографировать все это дело из фотографии пришел в дизайн из дизайна пришел видео и все это вот так вот на дистанции как-то растянулась и в какой-то момент уже после съемок первых успешных клипов которые мы делали с илюхой на и шульером то есть вот bad motherfucker stampid был еще клип до bad motherfucker меня назвали оператором то есть и не то что я был оператором да просто я с такой о чувак начал что-то снимать все ты 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 теперь оператор я такой окей раз я оператор надо бы что-нибудь выучить чтобы как-то соответствовать да я начал учиться работать со светом учиться работать с камерами вообще как-то погружаться во всю эту кухню и параллельно начал смешивать свое увлечение то есть я увидел мне было интересно снимать паркур под прям конкретно снимать паркур я занимаюсь паркуром мне было интересно поснимать моих друзей трейсеров они быстро бегают и классно прыгают и так как все таки профессиональное оборудование вроде кранов и прочей фигни она как бы не дешево стоит то можно было использовать что себя собственно я использовал себя как тележку для камеры и начал экспериментировать на тот момент с еще ранними трех и севыми стабилизаторами помнишь те самые моменты когда еще не было диджая вообще ничего не было вообще настроил веса или как это даже не так я собирал сам себе стабилизатор то есть я сначала переделал go прошли стабилизатор маленький подручной режим он был дроновский а потом я заказал себе корявую рамку китайскую и ее доделал то есть допечатал до презеровал и собрал из моторов себе такой вот колхозный какой-то трехосевой стабилизатор который просто отвратительно работал но реально то есть чтобы его настроить те приходилось мучиться с платой контроллера и вот эту плату контроллера ее создал причем забавно что ее создал российский чувак продал ее китайцам и китайцы все стали штамповать вот эти вот платы вот и у нее было просто триллиард настроек вот и вот кстати считаем и я стал экспериментировать с этими настройками для того чтобы добиться какого-то эффекта чтобы я мог прям бежать прыгать двигаться и снимать одновременно и в какой-то момент у меня начала получаться я стал с этим экспериментировать но к сожалению или к счастью так получилось что в профессиональной среде прыгать и бегать с камерами в принципе не нужно ну то есть это это никому не нужно и высокопрофессиональной среде ну да сейчас уже работая режиссером да снимая рекламу с большими бюджетами то есть не может возникнуть такой ситуации при которой бы я взял сам себя или нанял бы кого-то чтобы он прыгал с камерами отходи и в колоде спрыгать беги там типа пристегивайся так далее это просто не нужно проще взять кран телегу и более классические штуковины кроме того профессиональном пайплане нужны большие тяжелые камеры с ними ты особо не попрыгаешь с легкими но очень маленькое количество клиентов даже сейчас готовы довериться маленьким камерам как ни странно сам понимаешь что есть еще такая тема как престиж ну да если ты делаешь дорогой проект даже если ты можешь снять очень красивую картинку и использовать маленькую легкую камеру иногда ты просто не можешь клиенту там агентство или еще кому-то продать сказать что ребят картинка будет такая же вы не отличите глазами я поставлю свет все будет офигенно вот просто качество равно рад или алексу соответственно ты работаешь только с этим ну и вот и где-то примерно с 15 по ну наверное 18-20 год ну даже не 20 18-19 год то есть я бомбил и снимал большое количество экстрималов я путешествовал мне было много друзей и есть сейчас много друзей которые занимаются разными видами экстрима да и я просто по кайфу набивал себе портфолио до того как пошла вот прям активная рекламная движуха я набивался портфолио из всякого экстрима надеясь на то что это будет как-то дальше развиваться во что то но по факту это осталось как прикладной навык просто прикольный прикладной навык и такая тема которой можно подтонуться а знаете я могу разбежаться и прыгнуть с камерой с крыши типа того ну девчонок впечатляет хотя ащифка классно меня впечатляет забавно что набралось какое-то портфолио который у меня есть отдельный шоурил просто по экстремальной съемке то есть то только только вот посвященное этому и опять же сейчас уже его смотришь он по моим 17 года уже видно что картинка типа начинает подсасывать именно по качеству картинки да а вот по всему остальному офигенно то есть всегда динамика и так далее когда его хреновое настроение и я могу присмотреть свой старый шоурильчик что зарядиться вот это вот первобытной энергии самого себя сейчас я могу лучше вот но часто я могу да стопудово лучше но просто знаешь вот это вот первобытная дикость да ты еще только экспериментируешь еще не выработал до конца собственный стиль это прям такая штука я не знаю это прайму то есть прям вот первобытная дикая клевая штука которая всегда заряжает круто слушай а вот по поводу разработки своего стабилизатора ты же я помню ты маску делал какую-то да специальную свою разрабатывал для того чтобы держать камеру снимать пио ви да да именно так просто я всегда любил что-нибудь придумывать или конструировать да это прям неотъемлемая часть меня я поэтому и копаюсь новыми технологиями там сейчас слезу там в 3d и так далее вот новое вот это интересное да я попробую именно то есть мне нет такого что знаешь типа у меня не получится или так далее ну то есть я ну не получится не получится я попробовал и история какая изначально я очень давно хотел снимать от первого лица эта эпопея она получилась благодаря паркуру потому что еще в супер древние бородатые времена во времена когда боги были мстительными и жестокими а телевидение снимала в качестве 500 пи то есть вот прям в ужас не надо французские журналисты экспериментировали с подачей и они решили поснимать паркур от первого лица и они сделали очень классную штуку они взяли портативную камеру слежения то есть были большие или портативную и они по проводу ее подключили к рекордеру который цифровал изображение где-то там да и собрали это в виде кепки и рюкзака надели на основатель паркура давида беля он побегал попрыгал и все это вышло на канале на телеканале тф1 по моему в двухтысячном году то есть прям хрен знает когда и я будучи этом чуваком в 2005 или 4 6 я уже не вспомнишь какой конкретный год неважно лучше начинающим фриранером я просто такой вау ничего себе можно снимать экшен от первого лица и впервые я себе собрал точно такую же систему то есть я прям буквально деконструировал то что сделали они пошел потратил свои деньги институтские и собрал себе такую же кепку но только я пошел чуть дальше потому что они использовали аналоговый сигнал а я его сделал цифровым потому что появились первые такие плееры они назывались архос или акронис или как-то так короче короче штуковина которая позволяла вот делать захват и сразу же транскодировать прям внутри у себя в цифру какой год но тысячи седьмой шестой пятый час хрен знает когда и я забрал себе эту штуку и мы поснимали у меня даже есть какие-то старые видосы которые вот прям снята так прям с элементами от первого лица качество было отвратительно там еще был вот этот классический интерлейс когда у тебя изображение слоится на а ты бежишь и она такой она где-то в жестких моментах фигачится а еще на тот момент я настолько фигово разбирался именно в съемке что я не мог правильно скодировать декодировать это все видео ну то есть короче я считал монтировать пробовал в movie maker и то есть додуматься до того что камеру собрать я могу уже тогда да типа а вот скомпилировать это как ты сделать продуктом да могли бы смотреть зрители еще не мог и эта идея была похерена на много лет потому что качество ужасно снимать ничего нельзя и дальше уже по моему ну я не знаю какой то вот восьмой что ли 7 вот восьмой по моему год появились первые портативные цифровые зеркалки у них было просто колоссально низкое качество значения rolling shutter то есть считывание изображения грубо говоря когда для тех кто не знает что кроме шатер если вы помахаете камеры туда-сюда у нее скорость считывания построчная будет но определенной и у некоторых камер у дешевых цифровых у них начинается искажение изображения наклоняется она начинает наклоняться то есть у тебя такая желе которое движется туда-сюда и для экстрима они в общем-то не предназначались но они уже были достаточно портативные чтобы попробовать их как-то закрепить и попробовать что-то поснимать и я попросил друзей мотофристайлеров шлем делать шлем приклепил эту маску и тоже забил на эту идею того что но попробуй попрыгай в шлеме блин надо мотоциклет нам причем мой друг ваня соломин художник архитектор с которыми до сих пор дружу и работаю над своими проектами он мне помог вот эту вот кепку короче открутить и приделать ее в районе рта потому что я уж тогда додумывался что типа если камеру спустить не да 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 там больше больше обзор большего тела больше ну и собственно это и легло в основу вот первых клипов потому что когда появилась gopro собственно она и открыла возможность снимать такие вещи да потребовалось много лет чтобы я получил то чего хотела вот а потом увидел это на шулер и собственно такой чувак мы обязаны снять клип такими дку окей погнали ты будешь операторами и все шикарно теперь оператор прикольно то есть да ну и соответственно а как конструировалась маска мы первый клип самый первый мы снимали сделал какую-то систему из не помню каких-то ремней носков то есть я буквально во рту держал камеру было мучительно и мы поехали магазин страйкбольного снаряжения и купили маску хищника вот то есть такой из фильма хищник да только для старых было вырезали у нее все переднюю часть и мне осталось вот идеально плоская такая штуковина куда можно было прилепить короче камера у меня до сих пор от маска висит дома и и на нее снимали вот первые клипы но она была неудобной она тряслась она плохо сидела на лице общем-то был мне было больно и и была необходимость что-то с этим делать то есть как бы у тебя нету рига который позволял тебе закрепить камеру на лице снимая страйкбольные маски неудобно и собственно не из того что я прям очень хотел конструировать да какие-то вещи я начал то делать надо было просто надо было что-то с этим сделать и я начал при я придумал сначала конструкцию общего рига дальше когда пошла эпопея с хардкором там была к история я просто пришел к лицу и сказал слушай чувак я сделаю маску давай так ну типа куда не не наймем какой-нибудь кб или кого-нибудь типа все сделаны грудь не чувак это принципиальный вопрос короче я сделаю и он улетел в лос-анджелес на переговоры когда прилетел я ему уже привез короче первый протот этого максимально вот но это произвело на него впечатление такой ладно чувак ты справишься давай делай маску своего сделал замутим историю ну вот дальше пошла вот разработка когда мы какими-то колхозными методами собрали вот эти первые прототипы которые впоследствии превратились в более-менее нормальный сносный риг который есть сейчас ну и соответственно я его сейчас подзабросил потому что мне зачем это развивать почему а ну знаешь как если брать вот саму идею конструкции adventure mask это отличный инструмент который позволяет удобно снимать от первого лица на легкие камеры когда ты одеваешь тяжелой камеры легкая этот вот до какой до какой степени ну не знаю словно сейчас в текущей конструкции я могу одевать там sony альфа совершенно спокойно то есть не можно побегать попрыгать нормально мы в этот кстати испытали на недавно снимали русского ниндзю да я хочу поговорить про него и там мы одевали маску на зелим хана моего друга и отличного фрираннера который у нас там выступал в главной роли и собственно прошел такой стресс-тест в весь риг выдержал то есть чувак прыгал с полным обвесом и у меня главная концепция с самого самой маски была такая я хотел сделать что-то что полностью никак не ограничил бы вообще обзор то есть чтобы можно было смотреть во всех направлениях и у тебя нигде в периферийном зрении ничего не вылезала чтобы маска сама вообще ничего не весело то есть было не чувствовал и вообще ну то есть она ты чувствует по-любому будешь когда у тебя лица надо чувствуешь но принципиально чтобы вот у тебя периферийное зрение не было ограничено Потому что очень важно, я как трюкач, это прям знаю, что если ты делаешь трюки, то, допустим, ты смотришь вперёд, но твой мозг обрабатывает всю информацию, которая ходит. То есть ты видишь на 180 градусов всегда, даже когда ты смотришь перед собой. Да, а у тебя здесь типа что-то торчит. А у тебя вот здесь что-нибудь торчит, то есть ты как где-то не видишь ноги, и ты спотыкаешься и ломаешь себе эти ноги. Мало приятного. Да уж точно. Да, и поэтому, когда мы её конструировали, соответственно, вообще вот в C2 была задача максимально сделать маленькую такую ненапряжную штучку. И в итоге остановились мы на том, что методами экспериментов вместе уже с чуваками, то есть мы дорабатывали маску. То есть сначала я сделал, знаешь, первый прототип, потом уже где-то в процессе уже после хардкора у меня была задача, короче, как-то развить эту историю и уже доделать хотя бы некоторые узлы до нормального состояния. И я ещё нанял чувачка-инженера очень бешеного из этого... О, господи, как же город называется? Из Ижевска, короче, вот. И там чуваки были бешеные, которые тоже делали риги, вот. И они мне помогли перепроектировать часть узлов в челюсти, чтобы они не разваливались, потому что... Офигеть. Я знаешь, как делал маску? Я вообще изначально первые чертежи делал в иллюстраторе, и мы сгибали пластик методом... Ну, ты... Надлома или что? Нет, нет, нет. Ты просто берёшь... Делаешь форму. Да. Эту пресс-форму такую импровизированную. Вырезаешь кусочек из пластика вот нужную фигуру, кладёшь в эту пресс-форму и вставляешь в печь, и в печи она как-то... И сгибается. Да, 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 да. Почему я так это делал? Потому что 3D-печатный пластик не выдерживает сильных ударных нагрузок, он просто разрушается. То есть мы перепробовали миллион разных видов. Ну, да. Он же фрагментированный, чуть-чуть такой, типа, как порошок. Просто вид пластика. Просто очень важный вид пластика. И я перепробовал 150 разных этих видов пластика. Все, которые ты можешь купить, я все попробовал. И они все разваливались. Ты либо вынужден был делать большую какую-то конструкцию, которую я уже не выдерживал, либо ты должен был её как-то усилить методом... Ну, и, в общем, я подобрал пластик. Но он только листовой был. И, соответственно, чтобы выкрутиться из этой ситуации, я всю эту конструкцию просто начертил тупо в люстре, вот, раскройкой. И её потом сгибал и собирал. И потом уже, уже пост-хардкорное, после фильма время, мы чуть-чуть усовершенствовали эту конструкцию, и получилась более-менее сносная такая штука, которая живёт по сей день, я которую до сих пор использую. Ты запатентовал её? Да, конечно. Я её запатентовал давно, у меня уже даже срок патента прошёл. То есть, знаешь, типа, прошло время. Это мы вырежем, а ты выпускаешь? Да нет, это неважно. Смотри, чувак, тут фишка в том, что, чтобы ты не патентовал, если мы говорим о какой-то идее, идею закрепить камеру в районе рта, ты не можешь запатентовать. Это невозможно физически. Идею, ну, знаешь, типа, окей, запатентуешь ты во всём мире конструкцию рига определённой формы с определёнными регулировками. Я беру, я китаец, я беру просто и изменяю 2-3 винта и чуть-чуть меняю форму крепежей. Угол наклона или ещё что-то, да. Всё. И это новый патент. То есть, ты не можешь никак с этим тягаться. И либо ты занимаешься тем, что превращаешься в продавца масок. Ну да. И занимаешься, связываешься с этим всю жизнь. Основываешь компанию, которая занимается только продаванием масок. И как бы прям целенаправленно этим занимаешься. Но я не продавец масок, вот что выяснилось. То есть, я просто экспериментатор-изобретатель в этом смысле. И я оператор, который создавал себе риги для того, чтобы решать конкретные задачи. Всё. Прикольно. Я понял тебя. И я попробовал, да. То есть, я даже сделал, то есть, мы сделали такой ограниченный тираж подарочных масок, которые мы подарили после хардкора разным блогерам, инфлюенсерам, как часть промо-компании фильма. Да. После этого у нас были, у меня был целый ряд разных переговоров с разными инвесторами и так далее на эту тему. И чё-то как-то я понял, что всё это не туда идёт, не в том, не в то русло, в котором бы мне хотелось на самом деле заниматься. Прикольно. И, короче, если потом когда-нибудь это приведёт к тому, что я начну таки заниматься продажей масок, то, наверное, это будет не в той форме, и это будет уже другая маска. То есть, я уже вот с тех пор, как прошло вот это время, возьми ты сейчас ту конструкцию, что была придумана и сделана, я придумал уже 150 разных улучшений, основываясь на практическом опыте. Скопируй ты то, что я сделал тогда, это будет на три головы отставать, чем то, что я сделаю в следующий раз. Потому что, когда у тебя есть опыт на дистанции в 10 лет создания ригов для первого лица, у тебя совершенно другое, ну ты находишься в опережении. И я наблюдал, например, сейчас, ещё к вопросу, почему я не делаю маски и так далее, сегмент рынка. То есть, если ты хочешь заработать много денег, то у тебя есть два пути, по сути. Первый путь – это ориентироваться на профессиональный рынок, продавать задорого тем, кто занимается съёмкой. Ну да, да, да. Второй вариант – это продавать задёшево и тем, кто занимается, ну, экстримом, консюмером, потребителем. Ну да, да, да. То есть тем, кто… Спортсменом. Ну, кому-нибудь, чего-то типа того. И тут возникает такая проблемка. То, что придумал я, находится где-то посередине. И с точки зрения маркетинга, я большую часть жизни занимаюсь рекламой, маркетингом и так далее. То есть это типа вот моя первая профессия, собственно, это рекламист. Я прямо понимаю, что вот эта аудитория, она где-то посередине. И нужно либо обучать и растить рынок, либо как бы смещать в одном из направлений это устройство. А мне бы, если честно, этого не хотелось. То есть в потребительском рынке людям проще до сих пор купить капу и зажать гоупрошку зубами. Это быстрее. На 30 секунд, да. Да, и она не занимает места. Это не гигантская какая-то маска, которую ты таскаешь с собой. То есть даже если она сборная и лёгкая. А если ты профессионал, ты пойдёшь к какой-нибудь тильте и купишь её вот эту вот здоровенную хренобору, которая ломает шею, которая рассчитана на тяжёлые камеры вроде Red. Да, да. Потому что на мою камеру, на мой риг ты не поставишь Red. Ну, ты поставишь, но… Да, ну, come on. Пластик выдержит, проблема будет в другом. Распределение веса на этом риге и его жёсткость просто выломает тебе пол лица. И как бы, ну, зачем тебе это нужно? Короче. Да. И в этом смысле получается, что Adventure Mask как проект немножечко подзагнулся. И причина в этом как бы только я. То есть я пока им не занимаюсь. Я бросил эту затею, понял, что, знаешь, типа, когда ты несколько лет думаешь, что сейчас, 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 я найду там инвестиции, сейчас я сделаю краудфайдинг, сейчас я там то, сё, пятое, десятое. И ты такой, fuck, а ты же другими делами не занимаешься. Ну да. И я понял, что, fuck, это не то, чем я хотел бы заниматься прямо на длительной дистанции. Хорошо же, ты не стал продавцом масок. Не, ну, может быть, из меня был бы и неплохой продавец маска. Не знаю, если бы я стал действительно этим заниматься. Так или иначе, это классный проект. И мне кажется, что вот в моём становлении, да, это прям важный веха. Да. И это важный эксперимент. И для себя я понял, что я ещё придумал 10 разных устройств, которых, типа, нету, но которые я бы, снимая свои проекты, попробовал бы построить, чтобы поэкспериментировать просто. Что это за съёмка от третьего лица, от четвёртого лица? Не буду раскрывать все карты. Я напридумывал много ещё всяких и набора, и которые обязательно ещё все вы увидите в следующих моих проектах. Блин, круто. Ну, а хардкор это была финальная точка вот этой истории с масками? Ну, я имею в виду по грандиозности или что-то ещё было? Ты имеешь в виду в каком смысле? Ну, типа, просто, типа, кино, в котором использовал... Вообще, блин, ты его снимал, ну, грубо говоря, в смысле ты оператор, твои руки, твои ноги, твоя голова, которая чуть не выпала наполовину из-за адских трюков, и я к тому, что, типа, фильм, который так много где был, ну, эпичная херня. Я знаю, что это обсасывалось уже миллион раз от хардкор-чёртов, но для меня это было событие, чувак. Я когда был в кино, я такой, вау, ну, мне было плохо, конечно, меня укачало, но это было круто. Вот, и дальше что-то ещё было, ну, типа... Ну, если говорить про фильмы... Про POV вообще, в принципе. А, про POV? Да. Нет, знаешь, я как будто бы потерял интерес, что ли. То есть, когда ты три года занимаешься съёмкой POV, до этого снимал ещё несколько лет, ты уже такой, всё, окей, я выжил. То есть у меня единственная ачивка была какая-то, доделать маску до состояния, чтобы одевать хотя бы портативные, но нормальные камеры, которые снимают в нормальном качестве. Я доделал маску до такого состояния, и теперь у меня есть инструмент, который позволяет мне, в случае, если я снимаю что-то, не хочу использовать элементы POV, надеть уже нормальную камеру, которая даёт приличную картинку, и что-то это сделать. Вот, на этом у меня такая ачивка получилась, и всё. То есть я теперь, если где-то только мне нужно, использую это как художественный изобразительный инструмент, уже будучи работой режиссёром. Потому что всё-таки, если брать такие вещи, как хардкор, это стопроцентный эксперимент от и до. Да, да. просто попали в нерв и вовремя. Ну, просто вовремя. Да. Было бы это сейчас, уже не было бы вовремя. Было бы это ещё раньше, не были бы готовы люди совсем. Да, может быть. То есть это просто в своё время попали вот в нужную струю. Круто. И когда ты, вот возвращаясь к теме вопроса, для меня вот исчерпалась вся эта история с первым лицом, потому что я для себя всё вычленил, что только можно. То есть я понял, как делать это хорошо. Если бы, знаешь, там, поискать специалистов по съёмке от первого лица, вот таких узкоспециализированных, то их по пальцам перечитать, а один из них стопроу я. Один из пальцев вот этих. Да, да, да. Ну вот. Так, снимать что-то целиком от первого лица, я не вижу в этом никакого смысла. С точки зрения уже, когда я стал режиссёром и стал работать много в этом, я понял, что это просто изобразительный, художественный инструмент для раскрытия истории. И по сути, если ты используешь только съёмку от первого лица, то ты загоняешь себя в нереальные рамки, потому что ты убираешь себе целый пласт, возможно, каких-то художественных штук. Показать какие-то идеи, да, ещё что-то. Да, 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 ты не можешь, ты просто, как будто бы ты вот связан по рукам и ногам, вот, ты как будто стреляешь сам себе в ногу, реально. И очень хорошо использовать элементы съёмки от первого лица в тех местах, где это вместо. Да, 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 прикольно. Слушай, а вот эта история, когда ты от спортсмена дошёл до съёмки видео, звучит, ну, как бы, когда ты ставишь эти две вещи рядом, типа спорт и съёмки, ты такой, как, типа, блин, а у тебя это, ну, типа, прям таким градиентом прошло, очень естественно. И вот съёмки от первого лица, пам-пам, хардкор, чип, а дальше что? Типа, ты что-то сменил кардинально или нет? Или так же дальше плавно пошло что-то? Это эволюция. Я вообще, ну, если говорить, вот, для тебя, типа, удивительно тело, да, там, и профессиональная деятельность, а для меня это какие-то нераздельные штуки. То есть мне кажется, что очень важно в течение всей жизни получать удовольствие через тело, а тело обожает двигаться, оно создано для движения. Моё нет. Я шучу. Ты примат, как и я. Мы приматы, мы обожаем двигаться. То есть это прям обязательная история. И разум нормально, гармонично развиваться, на мой взгляд, не может, если у тебя не развивается тело. Как только ты останавливаешься, у тебя просто на химическом уровне начинается сразу тупняк. И у меня вот как раз-таки приход к творчеству, приход к саморазвитию и к эволюции меня как творца на длительной дистанции произошёл благодаря спорту. Прикольно. И, ну, во многом ещё философия паркура определила мои взгляды на жизненное развитие. И поэтому для меня это какая-то нераздельная штука. То есть даже когда я уже там весь перетравмировался в хлам, да, и понимаю, что я уже не пойду делать двойные сальты со второго этажа, мне не нужно. А я видел недавно у тебя в сторис видосик, чуваки прыгали, крутились двойно. Да-да-да, но мне это уже не нужно. То есть я уже перешёл этот возраст и эту необходимость. Ну и просто непонятно зачем это делать. Ну это прикольно, но как бы для меня не зачем, потому что я зарабатываю другим и уже всё. Но потребность в движении у меня осталась. Да. И это просто прикольно. Так вот, если, опять же, обсасывать, если кому-то это вдруг интересно, тему того, как вот у меня было, я, в принципе, знаю, что достаточно большого количества людей была похожая история с эволюцией, ну, по крайней мере, из моего круга общения. Да. И вот у меня одно следовало из другого. Не то, чтобы я решал, типа, сейчас я займусь вот этим. Типа, вау. Начну выпекать эклеры. Да-да-да. Хотя у меня есть друг такой, который в 30 лет пробил, вот, Андрюха, привет. Вряд ли ты это смотришь, но привет. Просто это очень смешно. Чувак, прикинь, однажды проснулся такой, и я хочу быть кондитером. И начал печь торты, и сейчас он развлекает всю нашу тусу. Нормально. И вот невероятными вкусными тортами мы ему на день рождения дарили, короче, скинулись, купили какие-то курсы кондитеров, которые он прошел, и после этого он делает какие-то многослойные невероятные торты. Чуваку 30 лет работал вообще менеджером, там что-то продавал на каких-то тендерах какие-то штуки. Вот. И бац, щелкнуло и развился. Вот у меня было не так. Вот у меня вообще так не было. Я просто... Сначала я стал фотографировать, потом я стал ретушировать, и даже поработал в студии какое-то время, когда я просто миллион ретушировал... Поток. Всякого вот этого вот, знаешь, того, что ты не хотел бы ретушировать. Я ретушировал тоже, чувак. Бутылок женских жоп и прочих вот этих вот вещей, которые не хочется ретачить. Ну, я делал этого очень много, и, собственно, приобрел те навыки, которые использую до сих пор, но как прикладные. Да. И оттуда логичным было движение в дизайн, потому что просто, ну, как бы, там, где ретушь, там ты пытаешься что-то где-то кончить. Да. И там и поработать. Потом я работал в рекламном агентстве единственный раз в своей жизни, выдержав всего лишь год. И там я стал дизайнером настоящим, потому что я нанялся на позицию дизайнера, которым я не был. То есть, ну, так как-то мне повезло. А, ретушер, значит, будешь дизайнером, типа чувак. Ну, естественно, да. Да, логично. И вот там как раз за год я надрючился, поучаствовал в миллионах всяких тендеров, и я действительно почитал книги по дизайну, учил иллюстратор каждый день, и потихоньку-потихоньку стал дизайнером. И дизайнером больше никогда в жизни своей не работал. Но теперь до сих пор, да, все мои презентации и все остальное выглядят идеальные верстки со всеми штуками. Я понимаю, что такое негативное пространство, я понимаю, что такое шрифтовые пары, и вот эти вот все темы, типа сеток верстки и так далее. И, соответственно, я снимал видосы. Я почти всегда снимал уже даже вот с самого начала видосы, потому что паркур — это интернет-движуха. И будучи в интернет-движухе, это этот спорт, который развивался исключительно в интернете. Он больше никак никогда не развивался. Все делились опытом, и все снимали свои трюки. Как скейтеры. Да. Только еще даже больше, чем скейтеры, потому что скейтеры застали в век видеокассет, а паркур — это то, что было сразу в интернете. Это первый цифровой современный вид спорта. Прикольно. Который распространялся через диалап-модемы, мобилы и так далее. И мы все вот эти вот первые видосы буквально качали из интернета, из французских форумов, и пытались повторить эти трюки, просто выходя на улицу. И, соответственно, мы снимали свои трюки для того, чтобы делиться с другими ребятами. И пытались хосить под скейтеров, и делали все вот эти вот видосы, где мы такие крутые. Естественно, да, снизу там. Да-да-да-да, со всеми этими трюками. И, соответственно, ты пытаешься монтировать, пытаешься что-то... И когда ты уже распробовал, ты такой, ого, все, интересно, буду дальше что-то делать. Ну вот, ну а дальше вот это все начало как-то суммироваться. Вот. И получилось то, что вот я почти случайно был втянут в авантюру со съемками клипа первого, да, Ильина Шулера. Стал оператором и назвался, да, и полезай, короче, учись вперед, чувак. Это был какой, одиннадцатый год. Ну и вот, считай, дальше я стал уже целенаправленно учиться, потому что меня это захватило. А там, где съемка, там такой, о, может, я авторэффектс открою? Ммм, прикольно. А может, я попробую подцветокорректировать? А может быть, о, 3D-шечка, и ты начинаешь, начинаешь, начинаешь все поглощать каждые три года куда-то, ну, чувствуешь себя тесным в рамках. Да, да, да. Ну и, соответственно, а на фильме я уже был с важной должностью сопродюсера, то есть, знаешь, и работая с ребятами, опять же, в Smoking Heroes, вот со всей этой движухой, я периодически организовал какие-то штуки, делал какие-то коммерческие, ну, темы, и начал работать с контрактами, с переговорами, с презентациями, и тут все начало такое пупупу-пупу, и бац, я уже вроде как стал организатором чего-то. И получилось, что вот оно, как, знаешь, как вертел на сахарную вату накидывается, но я ничего не делал специально. То есть я, это не какой-то осознанный путь, это наоборот, знаешь, такое... Приключение. Это просто удовольствие от жизни, и у меня, вот я не знаю, как у тебя, но у меня максимально гедонистическое отношение к жизни. То есть я ненавижу делать то, что мне не нравится. И я принципиально стараюсь избежать страданий всеми возможными доступными мне способами. То есть если там по юности лет я еще мог ввязываться в какие-то там конфликты, контры с кем-то, мог что-то где-то вякнуть и так далее, то уже со временем я понял, что мне вообще ничего из этого не хочется, мне хочется вот прям максимально наслаждаться всем, чем я занимаюсь. Да-да-да. И, ну вот, 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 теперь я здесь, где я сейчас. И если пытаться определить, типа, чем же я сейчас занимаюсь, да, то, наверное, самое простое, когда меня просят, скажи вот что-то одно, да, я говорю, ну, окей, я креативный продюсер, пускай это будет так, если это большая часть моего дохода, пускай это так. Но по факту вторая большая часть моего дохода — это режиссура. То есть я снимаю много реклам, и поскольку сейчас режиссура еще сопряжена с тем, что приходится работать с графикой, то вот я последние два года каждый день в среднем от часа заканчиваю 12, 13 или 20 часами так или иначе учусь компьютерной графике. Вот. И это тоже довольно любопытная история. То есть не то, чтобы я специально стал заниматься 3D. Прикинь, вот как у меня это было. Мы делали клип для моей жены, ну, вместе с моей женой, которая, с Региной, который до сих пор не выпустили. И, собственно, по понятным причинам сейчас расскажу, каким. Мы прыгнули 2 года назад в историю с Unreal. Даже 2,5-3 года назад, то есть давно, когда еще это не было трендом. До Мандалорца. До тренда, да. Никогда на экранах снимают, когда full CG. Мы такие, о, сделаем, придумали крутейшую штуку и решили в это запрыгнуть. Ну и стали собирать команду, стали все вот это вот дело делать. И в какой-то момент мы собрали сцену, и возникла необходимость снять внутри с виртуальными камерами уже с расставленным светом просто сцена. Прям вот снять. Да. И все, что мы получали от человека, который собирал сцену, это было прям вот непригодным по качеству. Вот прям не классным. Чего? Ну, знаешь, когда ты большую часть уже жизни профессиональной занимаешься съемкой и светом, то разница, вот ты уже работаешь в 3D, ты понимаешь, что разница между реальностью и в 3D нет никакой. А человек, который, может быть, там что-то скульптил, разобрался в технических аспектах, но он не занимался там, типа, предыдущие несколько лет светом и всем остальным, он делает не так, как бы ты хотел. Особенно, если ты эту тему режиссируешь или продюсируешь, в данном случае я. Вот, режиссирует, режиссировала ее Регина. И мы примерно 8 часов, я не преувеличиваю сейчас, 8 часов делали 5 секунд анимации. Камеры, не сцены, камеры. Вот, просто по дискорду. То есть я сидел с человеком, говорил, 15 градусов левее, чуть пойми, поставь все еще кейфрейм. Ключ, да. И я просто, я вечером уже сидел, прям буквально кусал себе локти и думал, господи, зачем мне это? Я должен сам, я должен научиться сам, потому что я не могу влезть в голову другому человеку. И мне не хочется находиться в позиции такого, знаешь, мерзкого заказчика-хейтера, который говорит, чувак, ты все делаешь говно. Ты делаешь говно. Вот, ну типа, я не хочу этого. И также я понял вторую вещь, что и Регине, и мне интересно двигаться в full CG. Да. И если ты хочешь создавать, вот я прям убежден, если ты режиссер, который хочет работать с анимацией, который хочет работать с там новыми игровыми движками, то не существует никакого пути, кроме как попробовать на своей собственной шкуре весь пайплайн этой работы. Даже если ты им заниматься не будешь впоследствии, просто чтобы находиться на одном уровне взаимопонимания со всей командой, особенно если ты еще и продюсируешь эту историю, тебе нужно иметь возможность подтереть чью-то жопку, если он обосрался. Да. Реально. Ну то есть кто-то может что-то там заболеть, не доделать. И очень часто это бывает в сфере 3D-художников и дизайнеров, пропасть на несколько недель, просто не выходить на связь. То есть это прям классическая история. И в этой ситуации ты должен иметь возможность решить. И если говорить о какой-то художественной подаче, то стопудово я никому не доверю работу с камерами и светом в своих собственных проектах теперь. Это да. И когда я начал изучать 3D, я попал в лютую вот это, знаешь, осознание. Осознание того, что это бездонная нахрен бочка. Просто она не заканчивается. Ты только-только вроде освоил, там попробовал какие-то риги делать, да, освоил риги, понял, что такое инверсальная кинематика, да, и наконец сделал своего человечка, ретаргетил там какую-нибудь анимацию с Миксама, и у тебя человечек начал двигаться. Ты такой, вау, я смог на свою модель. А еще мне нужно сделать текстуры, сгенерировать своего персонажа, сделать все окружение. И для каждого из этих целей у тебя своя программа. Еще про одежду еще не сказал. Да, одежду, просто вот миллион программ. А еще у тебя есть симуляция, эмбергены, и все вот это вот в топку просто. И ты, чем больше ты учишься в 3D, тем больше ты понимаешь, что ты не знаешь ничего. И мне это прям очень нравится. Да, это круто. Я прям чувствую, знаешь, как будто бы открылось второе дыхание. То есть вот ты идешь до какого-то момента, становишься профессионалом, такой, окей, я уже приезжаю на съемочную площадку, я могу поработать оператором, я могу сказать гафферу, вот цвет отсюда, отсюда, отсюда. Вот, я могу поработать режиссером, я уже сделал 300-500 разных тритментов, вот, но я могу договариваться с клиентами, обаять их, так сказать, убедить их в какой-то своей идее. Это я могу. А вот есть еще новая сфера, в которой ты еще как щеночек тыкаешься во все стеночки, такой, типа, и это кайф, это прям подстегивает за ново развиваться. И моя мечта дальше развиваться, как именно вот творчески, да, как режиссер в сфере full CG. То есть мне прям больше всего интересно этого. Я даже сделал такой пост в Фейсбуке, типа, ребята, если вы будете нанимать меня, как режиссера другие продакшены, на full CG проекты, я готов сразу и минус там 20-25% от своего гонорара схода давать. Вот, просто потому что мне интересно. И надеюсь, что в этом году больше закопаюсь в этой истории и буду постепенно уходить из рекламной съемки. Вот в такую. Это очень круто. Вообще, в принципе, реально появилось направление именно с full CG режиссер. То есть прям конкретное направление. Это очень круто. Она еще не появилась. Она только-только начинает появляться. И знаешь, что я заметил? Очень интересная тема. Многие вот такие профессиональные ребята, которые даже работают с дорогой рекламой или те, которые снимают кино, начинают соваться в историю с full CG и немножко обсираются. Это прям частая история, когда получается не совсем то, что они там хотели. И не так, как они хотели, и не того качества. Как мне кажется, именно потому что они сами не понимают пайплайн. Иногда говоришь с художниками, то есть я вот тоже был, смотрел, как работает виртуальный продакшн, общался просто с ребятами, с технарями, и они просто бегают и держатся за голову, когда они делают большой проект, студийное кино за много миллионов, а просто режиссер приезжает на площадку и начинает все менять, так как он привык, как это делалось раньше. А это же так не работает, ты понимаешь, особенно, когда у тебя, ну окей, ты там можешь скайбокс подвигать, но это не та история, когда ты можешь все переделать прямо на площадке. И вот ребята с этим сталкиваются. И есть еще другая сторона этой монеты, которую мы наблюдаем, например, в любви, смерти и роботах. Это ребята, которые занимались всю жизнь анимацией, вдруг внезапно начинают называться режиссерами, и при этом не имеют большого бэкграунда именно рассказывание увлекательных историй, написание сценариев. Или, например, они в силу своего возраста или еще каких-либо факторов не имеют нужного жизненного багажа, чтобы им было о чем рассказывать. Да. И мы наблюдаем, что может быть офигительная графика, офигительная подача, но никакой истории нету, это неинтересно смотреть. То есть ты такой, воу. И вот есть две эти медали, и ты сейчас говоришь, что появляется, да, новое направление, там, фулл-сиджи-режиссер. По сути, оно еще не появляется, оно только-только начинает проклевываться, и вот на стыке вот этих двух абсолютно разных лагерей будет появляться третий лагерь. И родится что-то новое, да. Да. И мне кажется, что в ближайшие там пять лет мы стопудово будем наблюдать изменения рынка, потому что даже сейчас вот мы снимали, ну, один из крайних проектов, где мы стилизовали под компьютерную игру, под съемку, для русского ниндзя мы снимали, мы с Региной хотели сделать, ну, вообще максимально уйти от реализма. То есть нам вообще было насрать на реализм, в принципе, мне нравится нереализм, мне не нравится реализм, реализм у меня и в жизни есть, зачем мне реализм? Так. И мы все равно снимали, то есть мы вынуждены были снимать из-за сроков, а не просто full CG делали. И я понимаю, как некоторые вещи делаются сложно в реальном мире. Просто... Декорации вот эти огромные, да? Ну, то, что у меня в viewport выглядит как просто emission plane, просто emission plane я сделал, потом светится, все же. И не нужно держать, закреплять не нужно, он просто висит. Да, да, он просто висит шикарненько просто. А потом я приезжаю на площадку и понимаю, что мой продюсер Алекс Листра, да, вместе с нашим линейным продюсером, там, Ваней, они просто не спали два дня, вместе с чуваками подгоняли всю строительную группу, они все это строили, вот. Чтобы соответствовало... Привезли просто свет, там, 50 sky панелей, чтобы сделать мне эффект одной emission plane, которую я делаю в клик мышью. Да. И я такой, чуваки, что-то мы делаем не так, надо бы как бы, вот некоторые вещи лучше делать вообще полностью в 3D. Ну да. Ну, в нашем случае мы там не могли идти таким путем, по силу разных причин. И вот говоря о синематиках, вот хочется не иметь вот этих ограничений, потому что каждый раз ты приезжаешь на площадку, ты придумал какую-нибудь классную штуку, у тебя движутся стены, у тебя движется там актер, ты хочешь, чтобы у тебя камера двигалась. У меня был пример, мы снимали клип, и у меня был любопытный спор с оператором, на тему того, что у нас была такая построенная башня, и там чувак должен был разбежаться, сделать сальто от стены и улететь напролет ниже, потому что у нас была перевернутая комната. И в этом, в этой башне оператор стедикама должен был быстро двигаться, прям быстро двигаться и менять точку положения камеры, ну, потому что в 3D я примерно представлял, как это будет классно выглядело в моем фантазии. И я представлял, как я бы это снял, если бы я взял маленькую камеру и побегал бы с ней. У меня была бы бы быстрая вот такая пшук-пшук-пшук-пшук-поворот. Но с большой камерой это сделать физически невозможно. И нам приходилось сделать дубль за дублем, дубль за дублем, и ты такой, если бы я делал это просто в 3D, у меня было бы идеальное движение камерой, идеальная была склейка, и мне не приходилось бы на посте пытаться как-то выдумать, как это все срастить, чтобы оно работало так, как в моем представлении фантазии. и я прям чувствую, что я как будто бы ограничен физическим миром, мне хочется выйти за пределы его. Поэтому я точно буду ползать дальше вот в эту стезю. Я тебя очень хорошо понимаю, и мне кажется, что сейчас вообще вся вот эта история с появлением огромного количества художников, CG-художников, молодых, которые, у которых есть хороший визуальный опыт, но которые, может быть, не потратили там 15 лет, да, настройки материалов, так, чтобы это выглядело как в реальной жизни, они просто берут и делают так, чтобы картинка выглядела просто офигенно, давала тебе эмоции. А насколько хороша там текстура, ну, типа, вообще, пофигу. И это круто. Ну, типа, да, многие профессионалы CG прям фрустрируют, типа, что за говно? Особенно, когда NFT началось просто все, типа, с ума всех горит жопа. Но, блин, это же круто. NFT-то вообще супер-пупер. Я прям, прусь мега с этой темой и очень хорошо, что появляется большее, потому что я за свою жизнь вот понял простую вещь. Конкуренция это хорошо. Чем больше людей, тем лучше. То есть, это неплохо, что, ой, мы такие офигенные профессионалы, 10 лет я настраивал в своей, ну, не знаю, в чем там, в синеме, или 3D Studio Max, спасибо боже. Да, я делал что-то в 3D Max, и я такой офигенный архитектурный там визуализатор, допустим. Вот, и вот тут пришли школьники, которые зарабатывают больше, чем я. Да. Ба-ба-ба. Это все, не знаю, разговоры в пользу бедных. Это реально пердеж старперов, определенно. Вспомни, 10 лет назад, когда фотография набирала свой ход, были вот эти все фотосайты и так далее, люди тоже мерялись письками, и вдруг в какой-то момент все вот эти фоторедакторы, быстрые фильтры, инстаграмы и прочее заполонили, и все стали фотографами, и также сидели эти пердуны и кричали, ой, боже, боже мой, какие-то школьники пришли отнимают у нас работу. Береты падали мне на пол. Но к чему мы пришли по пакту? Профессионалы не делись никуда, они все так же востребованы и все так же зарабатывают баснословные гонорары. А от того, что рынок вырос, получилось больше возможностей зарабатывать эти самые баснословные гонорары, потому что просто все хотят что-то получить нового контента. И, соответственно, если есть инструменты получения этого контента, то это играет только на пользу. То же самое с 3D. Я мега благодарен ребятам из Blender Foundation, но вот я юзер Блендера. И это же какая гениальная идея! Они сделали инструмент бесплатный, доступный абсолютно кому угодно и не самое сложное в освоении на первых этапах. А главное, ты на том же уровне, что и остальные классические пакеты. Он превосходит на 10 голов. Если ты... Ну, я как Блендер юзер, что могу сказать? Допустим, есть пакет Maya. Мой очень хороший близкий друг и наш арт-директор в камерапторе Дима Журавлёв, JD, работает в Maya. Сейчас потихоньку я начинаю вытаскивать в Blender тоже. Но вот он работает в Maya. И с чем сталкивается он? Обновление раз в год. Просто обновление раз в год. И это все перечеркивает, потому что в Blender обновление выходит по 3 раза на неделю. Ну, то есть, раз в неделю у тебя стабильно. И ты увидел, что что-то работает не так, через неделю это уже работает так. Новые плагины и так далее. А открытая архитектура, то есть, открытый исходный код позволяет любому написать свой плагин. Ты сам можешь написать. Тысяча еще. У тебя есть вкладка в Blender, которая называется скриптинг. Я уже писал себе скрипты, просто которые выводил в отдельную кнопку для того, чтобы, например, делать базовую схему света, просто такую трехточечную, знаешь, одну кнопку нажал, и у тебя сделаешь, чтобы ты не ставил каждый раз три сочничка. И тебе даже запрограммирование знать не надо. То есть, ты можешь уже это делать. Соответственно, обновление выходит постоянно. И что самое кайповое, программа весит до сих пор, если я ничего не путаю, мегабайт 60. И запускается за 3 секунды. Да. То есть, потому что у тебя абсолютно новое ядро, абсолютно написанное с чистого листа. Да. Офигенный, четенький, чистенький кодик, а не вот это вот монструозное говно какой-нибудь Maya, которое весит полтора гигабайта и обновляется раз в год. И еще стоит просто как чугунный мост. И при этом у тебя нету инструментов вроде реал-тайм рендеринга. Да, да, да. И фантастика, фантастика. То есть, чувак, который создал Blender, столько лет долбил в эту вот стену для того, чтобы оставить его бесплатным. И в итоге это, по сути, сейчас приводит к революции. Потому что вот те самые вот эти школьники из NFT, они что скачивают? Blender. Да, да, именно. И даже я вот пришел, то есть, я когда-то давно открывал Cinema 4D, например, в 2000, сейчас тебе скажу, в 15-м году, сидя на Пангане, я впервые открыл Cinema. Я освоил, сделал даже несколько моделек. Я даже помогал чувакам из стендап-клаба, Зорик делал для них лого, а я делал вот такой привис, короче, с этим надписью «Стендап-клаб», выдавливая буковки. Это была моя первая 3D-работа, которую я сделал как-то, ну, по фану ребятам. Я был немножко напуган монструозностью дизайна, который... Интерфейса. Интерфейса. Да. При том, что на тот момент самым прогрессивным, модным и клёвым дизайном считалось именно Cinema. Синька, да. Потому что, ну, я ещё в детстве, помню, в школе хотел попробовать 3D Studio Max, это было моё первое заигрывание, и я, знаешь, как школьник, который подошёл к опытной женщине, знаешь, такой, ну, чё? Я такой, а чё делать? Куда это? Чё засовывать? У неё 10 колец на руках, да, она такая прям... Да там просто много всего это такое, типа, куда, на что тыкать? Это просто, я, знаешь, открыл, посмотрел, закрыл, такое всё, и это не моё точно. У меня, в принципе, был тоже какой-то странный порог вхождения, то есть первые 3 дня, когда ты привыкаешь к интерфейсу, привыкаешь вот ко всему. В блендере? Да, да, у тебя, ну, у меня, по крайней мере, был порог вхождения. Блин, у меня очень тяжело, чувак, с блендером сейчас всё ещё, я вообще не могу ничего сделать. Это нормально, но зато ты вон с Unreal'ом фигачишь. Ну, у меня Unreal Cinema, и я вот хотел с Cinema перелезть на блендер, но я... На! Время надо, чуть-чуть нужно посидеть, недельку, типа, а когда... Даже не недельку, я, то есть, вот сколько учу, все эти ходки и так далее, это просто бесконечный. Просто блендер, в чём... Его сила и сложность. Его и сила, и сложность. В нём слишком дофига всего. То есть, у тебя там и композинг, композинг, кстати, там офигенный. Самый лучший трекинг, то есть, ни в какой АЕшке не сравнится трекинг с блендером. Посмотреть, что делают там какие-нибудь монстры блендера, типа Йена Хьюберта. Хуберт безумец. Которые просто вообще отъест, что можно делать, причём ломая стереотипы, делая максимально простыми методами. Можно цветокорить, посунули, и ты пока хотя бы прогуляешься по всем этим скульптинг, моделинг. И я для тебя определил, знаешь, какую штуку? Что мне всё не нужно. То есть, я как бы попрыгал, как блоха, с одного направления на другое. То есть, попробовал поскульптить, попробовал немножко помоделить, понял, где что нажимать, попробовал рендерить физически корректные картинки, используя Cycles. Это встроенный рендер-движок в блендере, если кто не знает. Он сейчас-то вообще вроде как прям ух, с последним обдавлением. Вообще шикарно. Регия, собственно, моя жена, она жарит и всё делает только на Cycles. Ей нравится вот эта вот классная картинка, всякие правильные, физически корректные тени, отражения и прочая вот эта вкуснота. И она умеет шейдеры делать под них прям вот прям быстро, классно и здорово. Я же понял, что сразу, я как Sherlock Holmes решил отсекать всё, что мне будет непригодно в работе. Меня не интересует не реал-тайм, я вот что понял. То есть, ну, будущее, на мой взгляд, да, за реал-тайм рендерингом. Да. И все синематики, стопудово, и мошен дизайн, всё уйдёт в реал-тайм. Поэтому я освоил на базовом уровне, если мне нужно сделать какой-нибудь там превис-рендер, ну, статики, да, вот эту настройку шейдеров в Cycles, и дальше такой, не, моя тема — это Иви. И вот, Иви просто чума, и я прям кайфую из того, что можно в реальном времени увидеть ту картинку, которую ты, ну, потом будешь рендерить. Да. То есть, у тебя фактически, ты творишь не скованно ничем. Это самое крутое. Вот мне поэтому очень сильно нравится Unreal тоже. Он, конечно, не такой стабильный, как с Blender, есть много проблем в нём, но, блин, они только, как бы, только-только, вот оно, ещё чуть-чуть, и будет прям вообще офигенно. Ну да, пятый вообще пушка. То есть, я не начинал учить Unreal по той же причине, почему я не стал учить 3D Studio Max. Монструозный, ужасный, пугающий своей дореволюционностью дизайн. И ты открываешь его, и такой, господи, я как будто в 90-х просто. Серые плашки. Да, Windows Movie Maker в новой итерации, только более сложная. Такой, факт. Я вот так же его открыл, посмотрел, закрыл. А сейчас, когда я открыл уже пятый, то есть, я открыл Альфу пятого, и уже после блендера такой, боже мой, я дома. Я дома. Только сад-менеджер есть не глючищей. Шикарно вообще. Я прям кайфанул. И да, и, ну, говоря, опять же, о Шерлоке Холмсе, о том, что я просто отсекаю лишнее, я вот попробовал основные все вещи, и сейчас концентрируюсь, вот у меня, знаешь, есть такой план обучения. Это все, что связано с анимацией, все с риггинг, ретаргетинг и так далее, спецэффектами, потому что это периодически нужно, что-то сделать, что-нибудь разрушить или так далее, и понимать, как это делается, то есть, симуляшки и так далее. Это все, что связано с постройкой и настройкой сцены, то есть, я уверен, что я не буду моделером, мне это не нужно, может быть, я соберу какую-то сцену, или добавлю что-то туда, но я не буду, мне проще взять профессионального художника, который занимается этим, потому что я режиссер, мне интересно рассказывать истории. Единственная моя цель, это иметь возможность рассказывать истории, не ограничивая себя 70 человеками на съемочной площадке. Лучше у меня будет 5-10 человек, с которыми я смогу сделать что-то крутое. И, соответственно, создание ригов, движение камер и настройка сцены, это вот прям моя ключевая тема, плюс шейдеры под реал-тайм, то есть, где-то что-то поправить в реал-тайме, все остальное, это вторичное. Ну и аниматики, соответственно, я также делаю вот все в реал-тайме, поэтому я пока вот на этом сосредоточен. Со временем, когда мне будет тесно, я уже буду что-то еще поглощать, но пока вот ключевая тема. Я тебя хорошо понимаю в этом плане, вообще, в принципе, как будто бы порог вхождения для прикладного использования CG вообще на изи. Ну, типа, так много всего обучающего, так все интуитивно сейчас и просто, бесплатно. Да, да, это круто. И мне еще очень нравится, что люди стали понимать ценность того, что нужно делиться знаниями. Да. Мне очень нравится концепция Blender Community, потому что все делятся этими знаниями, это меня самого подстегивает, потому что, по сути, если ты решил научиться Майи и такой задаешь вопрос, как сделать вот эту штуку, ты найдешь полтора там урока, остальное все будет платное и так далее. А если ты выбиваешь Blender, у тебя просто 150 тысяч уроков на любую тему, вот что бы тебе не пришло в голову, это уже кто-то сделал и снял по этому туториал. Да, 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 да. И мне это прям очень нравится. А еще, мне кажется, что в принципе профессионалы должны делиться своими знаниями, что вот если брать меня, гопника из Ховрина, то я все, чему я научился в жизни, я сделал бесплатно, благодаря видеороликам в интернете или просто благодаря каким-то клевым людям, которые я встречал на пути и они подталкивали, были менторами, где-то я у кого-то что-то подсматривал, где-то в бою, знаешь, врывался. И я считаю, что это очень круто, что сейчас молодые ребята имеют возможность просто вот, какой бы у тебя не был уровень достатка, откуда бы ты не был, у тебя есть возможность социального лифта, благодаря интернету, это супер круто. И точно не надо вонять на тему того, что ой-ой-ой, пришли тут всякие и делают все их хуйню свою делать. Просто такая же история с кино, вот возьми, российское кино, почему оно говно? Почему многие считают, что оно говно? Внимание! Есть уже не говно, конечно же, есть какие-то там отдельные жемчужины, но в общей целой массе мы понимаем, что у нас там слабые сценарии, картинку научились делать, а ну как бы, вот есть такая проблема. Потому что у нас снимается мало фильмов. Все, точка. У нас очень мало фильмов. Мы снимаем 100 фильмов в год в лучшем случае, или сколько там мы их снимаем. Если ты возьмешь американский рынок, у них снимается в 4, в 5, в 10 раз больше этих фильмов. И на протяжении последних там 60-80 лет. Типа давай, до нас доходят только самые лучшие. Да, да, да. А все остальное говно до нас не доходит. И мы тут недавно с Региной болели две недели, и после еще у нас был такой флер лени, когда мы еще недели просто продолжали ничего не делать. И вот было три недели такого ленивого отпуска, когда мы дома просто валялись, лечеек и смотрели всякую карьеру на проекторе. И мы посмотрели какое-то просто невероятное количество фильмов и сериалов и столкнулись с тем, что очень много говна. Реально. И оно не из России. Оно там прекрасненько себе живет и существует. Мы просто привыкли хаять то, что есть у нас. И вместо того, чтобы растить конкурентный рынок, мы продолжаем такие бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ, у нас делается говно. И вот моя надежда на то, что как раз-таки благодаря рынку CG, благодаря тому, что развивается VR, благодаря новым технологиям, будут впрыгивать вот эти самые молодые, голодные, типа, дикие ребята, которые не ограничены стереотипами, которым не напаривают вот эти старые деды, из которых песок сыпется в университете. Что, типа, вот ты должен делать так и никак по-другому. Я вспоминаю себя, блин, нам в университете на рекламе преподавали гребаного о Гилве. Вот. О Гилве, например, там есть вот просто в его учебнике конкретная статья про использование селебрити, да, инфлюенсеров в рекламе. Что читал о Гилве? О Гилве считал, что нерационально и бессмысленно использовать знаменитостей в рекламе, потому что это хуже продает товары, чем если вы не используете знаменитости, но используете другие инструменты охвата. Ну, это начало прошлого века, да? Да, да, да. Но это до сих пор иногда преподается в университетах. И я уже тогда, учась в университете, понимал, что это полная хренатень. И вот у нас такая же история. Институты не поспевают за изменяющимся рынком. И благодаря интернету и доступностью софта ребятки учатся. Собственно, я вот тоже недавно пришел к тому, что и ты, вот ты начал вести какой-то подкаст, чтобы просто как-то, да, ну, вести... Получить ответы на свои вопросы и поделиться ответами с кем-то. Да, и я... У меня была интересная история. Я начал писать свой блог. То есть я вот сейчас снял три выпуска, третий домонтироваться, начну выкладывать. Блог будет посвящен простым вещам. Я буду брать и деконструировать конкретно свои проекты. Я буду рассказывать про применение новых технологий и таких говна и палок в решении конкретных творческих задач. Круто. Как можно просто что-то сделать, посмотреть на это под другим углом и сделать что-то проще или, наоборот, где-то усложнить, где другие бы не подумали об этом. И я буду просто разбирать конкретно свои проекты, то есть там с большими брендами, знаменитостями и так далее. И почему я решил это делать вообще? Это же явно неприбыльная какая-то история. И это явно не будет популярным. То есть это не будет то, что будет собирать миллионы просмотров. Сто процентов. Ага, я-то уж понимаю со своим подкастом. Конечно, это не будет. Но это узкая аудитория тех, кто интересуется съемкой, допустим, или графикой. Ну да. И при этом отдельная прослойка этих задротов, которым интересно вот это уже. И вот до них и хочется как раз достучаться для тех, кому интересно. То есть ко мне стали обращаться продюсеры курсов. Реально. То есть вот у меня была такая история, не преувеличиваю, пять разных предложений за одну неделю от разных людей, типа, Вуги, ты ж вот, типа, клевый парень, давай-ка мы с тобой сделаем курсы. Курс. 50% тебе, 50% нам, мы там промоутим, тебя все дела. Да-да-да. Вот будешь зарабатывать, офигеть, напиши курс. И я, короче, у меня был просто, у меня мозг взорвался. То есть я сидел, я такой думал, с одной стороны классно, типа, Шекель считать все любят, это прекрасненько. Да-да-да. Я люблю денежки. Как продюсер, я понимаю, что, типа, классно, вкусно кушать, и все дела. Но, блин, все, чего я выучил, я сделал бесплатно, как бы, чуваки. Реально. И, типа, я почувствовал какую-то ответственность, что это было бы прикольно, что даже если там 5,5 человек посмотрят то, что я транслирую, я знаю, что кто-то чему-то научился, и, типа, я как профессионал не буду просто сублимировать вот этот опыт, а начну им как-то делиться. И как раз, начав делать блог, я понял, какая это сложная работа. Fuck it. Это как будто еще одну работу ты себе нашел, дополнительная бесплатная работа. Да-да-да-да. Потому что ты думаешь, что ты там сейчас такой, окей, я что-нибудь напишу, потом я что-нибудь смонтирую, там, сниму, по факту оказывается, что ты и тупишь перед камерой, и говоришь слово вот нахрен монополию, нахрен пердящих старых дедов, которые говорят, что что-то кому-то нельзя, и вообще всех этих киносномов и прочих снобов из NFT-движухи, старых там каких-нибудь 3D-шников, их всех разогнать палками, плетками просто, и дать дорогу молодым, свежим, которых не ограничивают ничем. Я вот, например, почитал историю, как, например, развивался Голливуд, и вспомни Спилберга, например, вспомни Джорджа Лукаса, кем они были? Молодыми пиздюками, без опыта в кино. Которые ломали стереотипы, потому что старая школа, да, всякие Скорсезы, студийная вот эта история, и прочие ребята, они работали совершенно по другим правилам, они делали авторское кино, пытаясь создать высокохудожественное высказывание, пришли ребята, которые такие, типа, а, блин, мы будем сначала там французской новой волной, которые такие, нахрен тяжелые камеры будем снимать с ручными, будем вот это все делать, потом такие, типа, вот, как раз таки, Спилберг, Лукас, и даже отчасти Зимейки, там, вот эти все ребята, они просто такие, ой, а мы будем делать развлекательное кино, прикольное развлекательное кино, то есть, типа, экспериментировать, по-другому мы пойдем, и все, все их чморили, все говорили, что ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой, пришли, ничего не знают, ничего не умеют, какие-то ребята делают какую-то хрень, а мы тут профессионалы, мы тут много лет сидим, понятно, да, тот же самый, извините за мой русский, который мы сейчас наблюдаем в сфере NFT от старых 3D-художников, которые оказываются не у дел, просто мне кажется, что современные творцы, они должны быть, ну, и медийными в том числе, то есть, они должны развиваться сразу по нескольким направлениям, вот у меня был офигенный разговор с моим корешем, кори де Мейерсом, мы ехали как-то в тачке, и рассуждали на тему паркура, вообще отстраненная история, и он профессиональный каскадер, который в прошлом году выиграл Таурус, на секундочку, то есть, прям серьезный чувак, это каскадерский Оскар, если что, ну вот, и кори в команде Tempest, американская известная паркурка команда, собственно, действующий атлет, сейчас уже меньше, потому что он больше каскадерством занимается, ну, в целом, и мы разговаривали на тему развития паркура в России, в Америке, в Америке паркур появился намного позже, чем в России, в России он появился, мы просрали в России все, мы обожаем эту тему, мы одни из первых, закапываемся в какие-то вещи, брать кинематограф или еще что-то, и мы всегда это просираем, это, мне кажется, характерная черта русских людей, которые обожают, вот как раз вот этот говнеж, вот, я не знаю почему, но вот именно этот говнеж, как будто бы мешает развиваться нам самим, становясь вот этим камнем преткновения, и вот говоря про говнеж в паркуре, у нас сразу после французов, в России все это появилось, уже в 2003 году, в 2001 году более-менее популярный это стало во Франции, прикольно, но до этого были просто пацанские команды, а потом бац и выстрелил, и в 2003 году у нас уже были трейсерс, и нигде в мире еще паркур не развивался, у нас была самая первая комьюнити, самая активная, и первая, наверное, одна из первых, кто зарабатывал деньги на этом, и так далее, то есть оно было прям клевое, но все это было просто, благодаря раздраю, грызне, странным каким-то штукам, и непониманию того, как надо работать с коммерцией, с медийным рынком, паркур изначально это уличный спорт, который вырос из военной дисциплины, ну, то есть была такая французская история, которая называлась паркур дюкомбатан, я не знаю, по-французски у меня фиговый, но есть у них была система подготовки военных, и пожарных, которая выросла из натурального метода, ну, была еще одна система, короче, из которой выросла система, по которой обучался отец Белли, который потом обучал Белли, и который вынес это на улицу, и стены стали прыгать. Так вот, в России это до сих пор не превратилось в индустрию многомиллионную, которая зарабатывает кучу денег, хотя самый вероятный вид экстремального спорта – паркур. То есть до сих пор, если ты войдешь в Google Trends, бежишь паркур, топ номер один уже много лет. То есть это вот прям главное, самая популярная хреновина в мире в принципе. Прикольно. И уже много лет. То есть это удивительно. То есть самые такие виральные видосики, где кто-нибудь сделал какой-нибудь сальто откуда-нибудь. Да. Ну, видимо, потому что мы приматы. Ну да, мы с этого начали, да. И ничего не нужно для этого, никаких досок. Да. Так вот, еду я, в общем, с Кори Демеррисом, профессиональным каскадером и фриранером, и спрашиваю, почему, чувак, в Америке у вас уже два гигантских зала в Лос-Анджелесе площадью по несколько километров построены с просто потрясающей какие-то там фигуры, у вас уже соревнования по всей Америке, вы круто много денег зарабатываете, это уже прям многомиллионная индустрия. Почему во Франции все до сих пор сосут писью, извините, и почему в России это тоже такое... Он говорит, да потому что вы, типа, чуваки, не понимаете, что такое профессиональный атлет. Я такой, в смысле? Да. И он такой, профессиональный фриранер, кто это такой? Я такой, ну, блин, объясни мне. Он такой, ну, вот, есть три составляющих профессионализма. Вот. Есть ты профессиональный атлет в сфере фрирана. Первое, что ты должен уметь, это хорошо выглядеть и хорошо разговаривать. Вау, кто бы мог подумать. Да, да, но это реально, потому что ты медийная персона, и ты должен... Класс, ты мне рассказывал эту историю перед включением камеры про улыбку в сфере гонщиков, Формула-1, да. Да, гонщик Формула-1 размял себе лицо, чтобы улыбнуться в камеру. Да. Это часть профессии. Если ты профессионал, который зарабатывает деньги, развлекая людей, публично выступая на мероприятиях или соревнованиях, то ты медийное лицо. А медийное лицо что должно? Хорошо выглядеть и хорошо разговаривать. Да. Это прямо обязательно. Второе, уметь строить коммуникацию, используя социальные сети. То есть у тебя должны быть раскачаны Инстаграм, там, Телеграм, я не знаю, Ютуб. Ты должен вести активную позицию в социальных медиа. Иначе ты не востребован. Если ты не востребован, у тебя не приходят клиенты, которые не платят тебе деньги за то, чтобы ты занимался тем, что тебе нравится. И только в третью очередь ты должен быть классным атлетом. И американцы это понимают. Русские как будто бы просто вообще этого не понимают. Они до сих пор в широченных штанах все прыгают и такие, ну я же делаю двойное сальто с третьего этажа, никто больше этого не делает, значит я должен быть популярным. Нет, ребята, это так не работает. И мне кажется, что эту тему можно экстраполировать в принципе на все. Угодно вообще. На абсолютно все. То есть это не только пропорции, я просто пример из моей жизни, скажем так, привел. И если мы берем сферу 3D, если мы берем особенно такую вещь как NFT, которая по сути это комьюнити художников, а художник это такая же публичная персона, которая должна быть востребована в медийном поле. И как минимум уметь себя преподносить. а уж как максимум иметь какой-то манифест, какой-то смысл за тем творчеством, что он делает. И уже в 3D вообще роль ты должен быть хорошим кнопконажимателем. Да-да-да. Ну, чем ты художничаешь. Да, но по сути есть же художники, которые вообще, то есть типа один человек делает невероятные сцены, собирая их и рендеря по 3 дня, а другой, не знаю, протыкает себе палец и кровью вот так вот мажет по стене и все. И это продается намного дороже, чем у другого человека. Не знаю, вспомним Бипла, который просто делал дейлики. Дейлики, да. Дейлики, да. Все делали дейлики в той или иной форме, но вот Бипл делал их просто много дней и выстрелил. Да. Вот это про все речь. И поэтому точно всех старперов и в кино, и в графике до свидания, ребята, в они конкурентоспособные. Погоди, а что им делать? Адаптироваться. Знаешь, есть простое правило. И почему-то тоже, на мой взгляд, люди как будто, блин, забыли. У нас есть эволюция, прекрасная вещь, которая описана. И в эволюционной теории выживает не самый сильный. Самый сильный никогда не выживает, выживает самый приспособленный. И если меняется рынок, ты должен адаптироваться, ты должен приспосабливаться под изменение рынка. Если ты не эволюционируешь, ты стагнируешь. Если ты стагнируешь, ты не конкурентоспособен. И какой бы ты не был сильный, какой бы ты не был супер-мега-графист, который делает невероятные вещи, появится другой, был ли молодой голодный парень, который будет лучше разговаривать и выглядеть. У него будет 100 тысяч подписчиков или миллион подписчиков. И он в 10 раз хуже тебя это делает, но он будет больше востребован. Точка. Поэтому, когда все начнут, наконец, это додуплять, возможно, мы немножечко выйдем на другой уровень взаимодействия и взаимопонимания. Смотри, вот еще одна тема, очень важная для меня. И мне кажется, ты в ней хорошо разбираешься. Это командность. Потому что, вот когда ты сталкиваешься с CG, например, столько всего там, и было бы удобнее, как будто бы, работать командно в некоторых моментах, особенно на сложных проектах. А у тебя, ты в Smoking Heroes был и команды собирал на проекты, собираешь до сих пор и так далее. Камераптор. Командность. Как вообще, что у тебя с этим? И как это тебе помогает? Потому что командность суперважная штука. люди стали доминирующим видом на нашей планете по нескольким причинам. Мы лучше всех потеем и мы лучше всех договариваемся. Только две темы, по сути, которые сделали нас самыми главными. Мы просто можем больше всех бегать, потому что мы лучше всех потеем. И мы можем, соответственно, лучше всех договариваться. И командность — это прям основополагающая вещь, если ты хочешь сделать что-то большое. Потому что какой бы ты ни был one-man army или даже, не знаю, the army of two, если у тебя есть корешок, все равно у тебя есть ограничения, за которые ты не можешь выпрыгнуть. И если брать, например, режиссуру, то режиссер — это самый командный игрок, который только может быть, потому что у тебя всегда 80 человек, которые тебе помогают, или 20, или сколько угодно. И ты от них так или иначе зависишь, и ты вынужден учиться договариваться. А если говорить о создании чего-то, вот о нас конкретно, о Камерапторе, о моей команде, то это просто стабильный процесс тоже какой-то эволюции. Нельзя сделать большие проекты в одного. Это физически невозможно. С другой стороны, я для себя, например, говоря о командности, выработал очень интересную штуковину, которая работает конкретно со мной. Я понял, что в тех вещах, которыми я занимаюсь, не хочется создавать какую-нибудь гигантскую структуру. Ну, а то есть, знаешь, есть ребята, которые начинают как маленькое какое-нибудь бутиковое агентство, допустим, да, вырастают в гигантское сетевое агентство, там, или продаются и превращаются в какую-то штуковину, конгломерат, где работает 50 человек. Завод. Мне не нравится эта история, потому что это мне лично не подходит. Ты не можешь комфортно управлять большой структурой. Ну, то есть, она становится самовозобновляемой в какой-то момент. А если ты хочешь делать эксклюзивные проекты, а я нацелен на какие-то конкретные точечные выстрелы эксклюзива, то тебе нужна небольшая команда ветеранов. То есть, тех людей, с которыми ты сработан, и тех людей, которым ты можешь доверять, тех аспектах, которыми они занимаются, зная, что вот эта тема стопудово будет сделана, и тебе не нужно пытаться заполнить с собой абсолютно все дырки. Леш, я вот понял, что очень хорошо получилось. То есть, если начиная там в каком-нибудь пятнадцатом, семнадцатом году, я думал, что вау-вау-вау, сейчас я стану супер-мега предпринимателем, создам там большое свое агентство, мы будем там что-то наваливать, то в итоге я понял, что это вообще никак не вяжется с тем, чем я хочу заниматься. И так получилось, что сейчас у нас небольшая команда, и если раньше я как-то стеснялся, что ли, этого, знаешь, ну как это назвать, потому что чем ты более масштабный, да, с тридцать, тем ты более важнее выглядишь. На самом деле, все, рынок поменялся, никого вообще не парит, ты можешь быть одним, и к тебе может прийти гигантский бренд, ты можешь с ним работать, это нормально. Люди приходят, клиенты приходят к конкретным людям, то есть уже прошла такая тема, что вот есть агентство, условно там, BBDO, кстати, хорошее агентство, я просто как пример привожу, если чего не обижайте себя. Они очень большие. Они очень большие, и когда ты как клиент, большой бренд, допустим, приходишь к агентству, ты не приходишь к конкретным людям, ты приходишь на потоковое какое-то обслуживание к большой структуре. А я понял, что мне близок формат, когда я, знаешь, такой частный парень, который может натереть ботиночки, знаешь, приходит конкретно ко мне, потому что знаешь, что я это делаю хорошо. И в нашей команде конкретные люди, которых знают и клиенты, и которым доверяют. И мы стали развиваться вот так вот потихоньку-потихоньку, очень плавненько, подключая только каких-то определенных людей на специализированных проектах. То есть не обязательно держать гигантский штат. И мне еще очень нравится концепция децентрализации. То есть вот у нас еще со времен Smoking Heroes была такая штука, что мы могли работать где угодно, как угодно, на дистанционке, созванивались по скайпу. У нас мог быть 3D-шник из одного города, дизайнер из другого города. И это было нормой уже тогда. А сейчас к этому все пришли благодаря пандемии. Это была вообще фантастика. В какой-то момент просто нам стали звонить клиенты, которые тоже стали звонить из квартир, еще откуда-то. И вдруг, если раньше считалось несерьезным, типа, ой, ребята, а что это вы, типа, где это ваш офис или еще какая-то штука. А у нас еще несколько лет назад не было никакого офиса. То есть мы просто работали вот в хаосе. То есть мне не нравилось. Я мог там, это жил на Пангане, жил в Питере, еще где-то. Ну, смысл содержать все это, если меня там нету. И сейчас вообще правила игры поменялись. И это просто супер-пупер. Я прям кайфую, как будто бы люди прозрели и поняли, что самое важное это то, что ты делаешь, а не то, насколько ты подходишь под какой-то шаблон, который придумало общество, много лет назад, который уже не актуален сейчас вот вообще совершенно несоответственно. Как о Гилви. Да-да-да, как о Гилви, который уже постарел и все, и умер. Поэтому, говоря о командах, мне очень нравится идея того, что люди коллаборируют. Мне очень нравится то, что появляется все больше маленьких компаний, которые могут на полном серьезе делать более выдающиеся проекты, чем большие структуры. Причем, мне кажется, что именно вот в рамках маленькой команды может родиться действительно что-то уникальное. Мы для себя определили простую вещь внутри Камераптора, что мы скорее такой сквод, который либо делает свои проекты конкретно, придумывая и контролируя весь креатив от и до, либо, если нас нанимают, мы решаем клиентскую задачу, мы все еще остаемся точечными ребятами, которые как команда быстрого реагирования высаживаются где-нибудь в гуще событий, и пока все дерутся там на фоне с роботами и динозаврами друг с другом, мы пробираемся в чащу леса, находим базу и ее там захватываем, грубо говоря, если приводить дурацкие аналоги. И вот мне это больше всего нравится. Я понял, что вот в таком формате мне прям суперкомфортно, и я бы даже не хотел превращать это в какую-то супербольшую команду, чего я хотел, например, несколько лет еще назад. Это была очень интересная эволюция моего мнения. Так что да, я не знаю, ответил я на твой вопрос, или я опять ушел в куда-то сторону. Да нет, круто, я просто сейчас тоже в такой точке у меня появилась своя команда, мы создаем свой бренд, развиваемся, италья нас мало, и мне очень это нравится. Все равно, когда ты сталкиваешься с рекламой, есть вот эта вот инертность, когда там к тебе приходит либо агентство, либо там несколько, твой продюсер говорит с другим продюсером, и вы там что-то решаете, тебе нужно сделать там срочно тритмент туда-сюда, а у вас таких пять проектов, и ты там, короче, вообще везде суешь, но все равно маленькая команда легче контролировать, легче договариваться и так далее. Это прям очень круто. И вот эта история, о которой ты говоришь, что у маленьких команд чаще получается сделать что-то вообще типа outstanding или да, что-то ломающее шаблоны, потому что пока ты маленький, от тебя не зависит там зарплата 500 человек у тебя в команде, и ты быстро двигаешься, ты можешь экспериментировать, даже если ты кого-то там обидел своим слишком, не знаю, там креативным видением и так далее, да насрать вообще, никто там не придет судиться с тобой, ну, это в самом худшем случае, да, я к тому, что просто ты, например, как видео, мне кажется, не думаешь каждые пять минут о своей репутации, типа, о нет, это, наверное, да, там. Да и даже, знаешь, на самом деле, институт репутации, это еще тема отдельного подкаста в России, он, конечно, удивительным образом работает, у нас, в принципе, существуют такие персонажи в медийном поле, как какая-нибудь инстасамка, которая все еще прекрасно себя чувствует, да, и говоря об агентствах и всем остальном, все как блоки прыгают, я наблюдал даже, работая в агентстве, как какой-нибудь чувак, работая на какой-нибудь менеджерской позиции, просто максимально жестко запокапился, его прямо с позором уволили, а он уже на следующий день работает в другом агентстве на такой же должности, совершенно прекрасно, и вот это вот попрыгунство блог происходит и по сей день в этом рынке, это естественный процесс. Интересно. И если говорить о командах, то тоже люди периодически шкварятся просто невероятными способами, и просто этого прекрасно существует. Институт репутации это отдельный, лед, на который мы сейчас вступать не будем. Мне, честно говоря, очень нравится вообще весь этот путь твой, и мне кажется, что я в очень-очень похожем месте нахожусь сейчас. Вся эта история с CG, вся эта история с небольшими командами, интересными проектами, штуками, которые ты сам можешь контролировать, потом просто выкидывать это в пространство свое медиа, где у тебя там есть подписчики, еще кто-то, твои друзья, все это обсуждается, расхватывается, блин, очень круто становится, и это круто, и классно, что сейчас для этого не нужно иметь какие-то невероятные бюджеты. А что будет, прикинь еще, вот еще буквально вот год-два подрастет рыночек, на котором мы играемся, NFT, например, уже начинают запрыгивать бренды, мы даже сейчас работаем с клиентами, начинаем их уговаривать, как бы, да, говорить, смотрите, это прикольная история, попробуйте, все еще все очень осторожничают, потому что это дикий запад, большие репутационные риски, всякие риски, непонятные охваты и так далее, но в целом потихоньку начинают туда приходить, начинают понимать, что у нас есть множество клевых художников, это классно, и также сейчас будет, я прям уверен, революция и в рекламной среде, революция в киношной всей этой движухе, потому что сейчас просто вот эти динозавры тоже будут выкидываться, потому что они не адаптированы, вот, я прям уверен, я уже несколько раз тоже говорил об этом в публичном поле, что я прям убежден, что режиссер нормальный и оператор нормальный еще через пару лет без навыков 3D просто будут не востребованы вообще, то есть типа если вы сейчас не учитесь, то вы дураки, извините, сорян, ребята, ну реально это будет так, потому что даже мошен-дизайнеры переходят там на анрильщик, да, мы понимаем, что зачем снимать какую-то сложную рекламу, особенно продуктовую, если проще, зачем тебе свет, зачем тебе привозить эту бутылку и убирать все эти переотражения, потом их клинапить, если ты можешь сразу ее зарендерить, зачем, и соответственно будет рынок расти, и это очень клево, возможно тогда у нас появятся новые свои российские там Спилберги и прочие Роберта Зимекисы, которые вот с вот этим вот маленьким, прям маленьким ну типа юнитом команды, не знаю, как это выразится, будут делать большие вещи, то есть а вот, ну короче, я прям чувствую, что мы на пороге чего-то большого, а особенно мне больше всего нравится тема с VR, я просто уже год у меня PlayStation пылится буквально, то есть я как только купил себе гарнитуру, точнее не себе я купил, я купил ее в подарок Регине, но играю больше я, ну понятно, она там только рисует иногда, хотя мы так, ну короче, чаще мне кажется я пялись в эту гарнитуру, и я прям понимаю, какие возможности будут сейчас, окей, кому-то интереснее больше AR, это супер классная штука, очки дополненной реальности, но мне лично больше интересен VR, я прям понимаю, что вот офигенные интерактивные фильмы, офигенные игры, вот эти вот все штуки, и это просто пустой рынок, бери туда, запрыгивай и делай, потому что ты сейчас откроешь Oculus Store, три с половиной игры, все, что выходит, сразу продается гигантским тиражом, и соответственно, сейчас еще годик, еще больше гарнитурочек, и у нас будет возможность уйти из этой долбанной рекламы и пойти еще в какое-то новое направление, игровое, например, но игровое, мне лично кажется, пока недосягаемым каким-то святым граалем, я бы мечтал сделать свою игру, но я понимаю, что если фильм снимать, то это три года своей жизни, а игра это шесть лет своей жизни, шесть лет своей жизни, ну если это Индия, может побыстрее, но тем не менее, все равно ты очень дорого, очень сложно, еще будешь больше бюджета, а вот истории, связанные с более простыми вещами, мини-играми, VR, или какими-то интерактивными кинчами, которые стопудово будут сейчас появляться, это прям к гадалке не ходи, экспериментики появляются, и соответственно, вот эти кьютые сцены, а дальше ты просто кайфуешь, смотря, что происходит, это вот прям моя история, я хочу очень туда залезть, и я буду сейчас с остервенением дальше продолжать учиться, чтобы достичь какой-то новой цели. Круто, интересные вещи ждут нас впереди, круто. Офигенно, чувак, я очень рад был поговорить об этом, мне кажется, что правда, впереди, впереди очень-очень много всего интересного, но попасть в это и как-то вообще прикоснуться, можно только эволюционируя. Мне нравится слово «но», потому что если кто-то играл в «Ведьмака», там был такой персонаж, Кровавый Барон, который сказал офигительную просто пословицу, все, что было до слова «но» – лошадиное говно. Класс! Спасибо тебе огромное, чувак. Тебе спасибо, давай. Очень круто, спасибо. Ребята, вам тоже спасибо, что смотрели нас, подписывайтесь на Вуги, у него очень... О, да, скоро будет мой видеоблог, ребята, там я буду развлекать вас всякой хернёй и своей говорящей головой, а ещё у меня там есть кошечка и мышечка, ну, в общем, вам понравится, ну, а если нет, то и не смотрите. Всё, что нужно, там точно будет собрано в твоём блоге. Ну, или не будет, ну, посмотрим. Мы узнаем, да. Пока!